Добрый день, уважаемые дамы и господа! Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы обсудим актуальные, основные темы, проходящие прошедшей недели. С гостями нашей программы я хочу сразу же представить с нами в эфире Михаил Герштейн, блогер и политолог. Михаил, приветствую вас! Да, добрый день! И Игорь Туфельд, журналист и политолог. Игорь, приветствую вас! Добрый день! Ну что, друзья, начнем, может быть, с госбюджета. Тема, которую мы рассматриваем практически в последнее время в каждой нашей программе «Пресс-клуб». Но никуда от этого не деться. Тема, я думаю, и после 3 декабря госбюджет разрешили поднять на почти 500 миллиардов долларов, 480, поскольку в противном случае нужно было объявлять дефолт Соединенных Штатов. Ну вот, до декабря подняли. Что будет дальше, мы увидим. Но пока правительство США не может утвердить бюджет. И на этот раз карты Джо Байдену может спутать его однопартиец, сенатор-демократ Джо Манчин. Он требует снизить планку семейного дохода для желающих претендовать на льготы, но основной частью тех, кто пользуется такими налоговыми льготами, являются семьи с детьми. Манчина обвиняют в том, что он сознательно тормозит принятие бюджета, чтобы выторговать для своего штата, это западное вержение, лучшие условия. Но при этом эксперты считают, что проблема гораздо глубже, и упорство Манчина обусловлено не только политическим торгом. Я думаю, мы сейчас об этом поговорим. Там есть личные интересы, ну и так далее. Итак, Михаил, ваш комментарий по поводу этого всего. В данном случае давайте акцент поставим на Манчине, все-таки демократ, который тормозит движение всей этой байденовской машины. Ну, во-первых, Джо Манчин, даже прошли слухи, что он собирается выйти из демократической партии, стать независимым. Он всегда как бы все-таки в центре находится, ближе к центру. Западная Вирджиния, непонятно вообще, как он там в свое время победил, но он там, кстати, до сих пор очень популярен. Но Западная Вирджиния, как известно, 70% голосовала за Трампа, порядка 70%. И поэтому Джо Манчину большого интереса в штате, который живет добычей угля, заниматься сокращением энергетических программ, борьбой с глобал ворминг и так далее, совершенно неинтересно. Все-таки интересы штата, надо не забывать, что его работа не только голосовать за бюджет, но и представлять интересы штата. То, что там говорят, что еще он в каких-то компаниях участвует, в Конгрессе все, у всех там какой-то есть интерес. У большинства, если посмотреть, у 10 самых больших конгрессменов, самых богатых конгрессменов, у них суммарное состояние порядка 2 миллиардов долларов, поэтому тут ничего удивительного в этом нет. А Джо Манчин, он молодец, он показывает, что он не всегда пляшет под дудку демократической или социалистической партии, а иногда действует и сам по себе. К сожалению, среди демократов таких только двое, он и демократ из Яризона это Кристиан Синема, и остальные все-таки говорят так, как велит партия. Поэтому то, что он пока борется, хорошо, возможно все-таки, что мы напечатаем не 3, еще триллионы долларов, а только 2, хотя бы 2. То есть то, что произошло из-за того, что мы уже напечатали, мы уже видим инфляцию, у нас что там 7% уже, если не больше, дефициты, ничего нету, машин нету, дома растут как на дрожжах. Ну, сейчас, кстати, чуть-чуть перестали, но неважно, все растет, все цены растут, бензин растет, уже зашкаливает. Может быть, Джо Манчин немножко хотя бы этому сможет помешать. Ну, дай бог, я просто объясню нашим телезрителям, о чем вы говорите, когда вы подчеркнули некий личный интерес. Да, у многих политиков есть свой личный интерес, но вот эта программа, 3,5 триллиона долларов Байдена, человеческая инфраструктура, как называют ее либералы и демократы. То есть первая программа, это триллион долларов, это просто в инфраструктуру вкладывают, а вот 3,5 триллиона долларов, это в человеческую инфраструктуру. Мы уже говорили не раз об этом. Так вот, в этой программе около 150 миллиардов долларов планируется потратить на технологии, которые смогут обеспечить выработку электричества из возобновляемых источников энергии. И планируется также увеличить налогообложение высокоуглеродных производств, ну, тем самым побуждая отказываться от использования угля и газа в качестве источников энергии. Вот Манчин представляет один из самых консервативных демократических штатов Западной Виржинию, где угольная и газовая промышленность традиционно выступают драйверами экономического роста. И здесь вот этот личный момент. Манчин основал в 1988 году частную угольную брокерскую компанию Energy Systems, которая сейчас управляет его сын. И в 2020 году Манчин получил от этой компании почти 500 тысяч долларов дохода. Согласно последнему финансовому отчету, он владеет акциями компании на сумму до 5 миллионов долларов. Но я всегда говорил о том, что вообще все эти разговоры о либерализме, защите демократии и так далее, продвижение программ малоимущим, мигрантам, как и называют сегодня нелегалов, все это заканчивается у крыльца дома демократа. Вот когда возле его крыльца ставят палатку, когда тот, кто живет в палатке, месяцами не моется, стучит в дверь и просит зайти в туалет, когда ему бьют стекла, когда он понимает, что он не может отправить своего ребенка в школу, которая находится на следующем квартале, потому что это опасно. Вот тогда заканчиваются все эти разговоры. То же самое и здесь. Когда разговор идет о том, что нужно эту программу продвигать, это одно, а когда будут ущемлены частные интересы, в частности, компания Манчины, то это совершенно другое. Вот к чему я подвожу, Игорь, ваш комментарий. Ну, я не исключаю такую возможность, но кроме всего прочего, никто не говорит почему-то о проблемах, которые связаны с бюджетом. В принципе, просто я приведу цифры на сегодняшний день, ежедневно на людей, которые нелегально переходят границу, уходит огромная сумма. Вот несколько дней тому назад, это за один день, цифра составляет 494 миллиона 216 тысяч 256 долларов. Это только за один день, то есть практически полмиллиарда долларов. А начиная с января на нелегалов было потрачено 305 миллиардов 151 миллион 836 тысяч 160 долларов. Игорь, согласитесь, 7,5 миллиардов долларов на постройку стены у демократов не было. Напомню, в 2016 году это был большой скандал. У нас нет таких денег, вопили демократы и ставили палки в колеса любой инициативы Трампа в этом направлении. Да, причем никто в то же самое время. Вот самое интересное во всей этой истории, я как раз хотел сказать про стену, вспомнить о ней. Никто не говорил ни в то время, ни сейчас никто не говорит о том, на что действительно идут эти деньги. Например, сенатор Букер, демократ из штата Коннектикут, говорит о том, что вот мы, Америка, это практически единственная страна в мире, которая осталась, которая не оплачивает декретные отпуска матерям молодым. У нас нет садиков субсидированных правительством. Это все правда, но на самом деле это ложь, потому что если бы деньги просили бы на это только, то не только бы демократы и не только Манчин и сенатор Синема из Аризона, но и большинство республиканцев поддержали бы эту инициативу. Речь же идет совсем о другом, и вот эту вещь они пытаются скрыть, они пытаются давить, собственно говоря, на жалость американцев. В то же самое время, когда речь шла о стене, которую вы сейчас, Геннадий, вспомнили, никто не говорил о том, что те миллиарды, которые просил Трамп, и они говорили, что у них нет денег, составляли, по-моему, полпроцента от годового бюджета Соединенных Штатов Америки. И уж никак не могли отразиться ни на инфляции, ни на подъеме цен, ни на дефиците, который мы наблюдаем сейчас. Так или не так? Ну, то, о чем мы и говорили, 3,5 триллиона долларов у демократов есть, где найти, причем перед этим проголосовали за 1 триллион долларов. Если мы все это будем складывать и уже отмечать потраченные деньги в прошлом году на помощь безработным и так далее, то все это подходит уже к 8, а то и к 10 триллионам долларов. Я напомню, мы как-то об этом говорили, все богатство России 3,5 триллиона долларов, все богатство Австралии 7,5 триллиона долларов. Вот о чем мы сегодня говорим, о каких суммах. И да, разводишь руки тогда, когда понимаешь, что это какое-то безумие. Мы сегодня сколько? Полмиллиарда долларов в день готовы тратить на нелегальных иммигрантов, в то время как стена бы стоила 7,5 миллиардов долларов. И не пришлось бы огромную часть из этой суммы ежедневной выплачивать. Но, кстати, вот то, о чем мы сейчас говорим, и ситуация на южной границе, я надеюсь, что мы успеем коснуться ее в дальнейшем в нашей программе сегодняшней. И внешняя политика, это выход из Афганистана, отношения сегодня очень напряженные с европейскими странами, и с Францией после известного соглашения, Австралия, Великобритания, Соединенные Штаты, и с самой Великобританией, и с Канадой у нас сегодня. В общем, масса проблем. Все это, видимо, повлияло на рейтинг действующего президента, и вот доля американцев, положительно относящихся к Трампу, составляет 39%, в то время как для действующего главы администрации Байдена этот показатель составляет 38%. Эти данные были опубликованы, это социологический опрос, проведенный Квиннипекским университетом, они были опубликованы на этой неделе в среду. Давайте коснемся этой темы, ну, мне кажется, что это оценка американцами работы действующей администрации. Михаил, вам слово. Ну, тут, в первую очередь, надо сказать, что все-таки, несмотря на то, что у нас пытаются строить социализм достаточно активно, политика все-таки остается пока что еще частью шоу-бизнеса, не надо забывать, что это все-таки все вот эти вот выступления, президент должен выступать на публике, президент должен ездить, президент должен говорить. Когда мы видим президента, который не может делать ни того, ни другого, ни третьего, конечно, к нему популярность его падает даже среди демократов. Когда он выступает, не может ни одной фамилии произнести по бумажке, и начинает по буквам ее читать, это, конечно, никакого доверия у людей не вызывает. Если, скажем, в других странах президентов или генеральных секретарей можно было не видеть годами, и никого это особенно не волновало, в Америке такое пока не работает. И, конечно, из-за этого это одна из причин тоже того, что популярность падает. И, конечно, падает, люди ходят в магазины, продуктов, извините, нету некоторых, полки пустые, такого мы не видели, цены растут. И, кстати, демократы пытаются объяснить рост цен тем, что это значит, что люди стали лучше жить. И они не говорят, что это не люди стали лучше жить, а людям выдают подачки, которые, ну, в общем, фактически в Америке провели эксперимент по universal supplementary income, то есть по этому доходу минимальному. И, естественно, если людям выдавать эти деньги, то цены начинают расти, потому что эти деньги тут же начинают тратить. Вы печатаете деньги, это все, естественно, выпадает в экономию. И это все не нравится. Люди, кризис на границе, людям не нравится то, что сейчас, ну, вот этот вот кризис, supply chain, то, что стоят корабли в портах, не могут их разгрузить, уже там сколько, по-моему, 100 дней уже задержка идет, это тоже не нравится. Вот сейчас на Амазоне вы пытаетесь что-то купить, Амазон это уже считает, что это уже рождественская покупка, говорит, что вернуть можете до 31 января, потому что считается, что к Черной Пятнице, после Дня Благодарения, уже ничего не будет, потому что просто сейчас по полке уже пусты. Поэтому, ну, кому это может понравиться? То есть даже некоторые демократы начинают это потихонечку понимать. Потому что, то есть как мы еще не начали практически строить социализм, а дефицит у нас уже есть. И очереди уже появляются? И очереди появляются, и машин купить невозможно, уже очереди на машину. Это анекдот, который рассказывал Рейган, если помните, то ходит эта запись, ну, кто-то даже, может, это живем видел, когда он рассказывал этот советский анекдот насчет того, как человек приходит, записывает, сдавать деньги на машину, ему говорят, что приходите получать через 10 лет. Он говорит, а когда, утром или вечером? Они говорят, а какая разница? Говорит, ну, говорит, я не могу, утром у меня будет сантехник. Вот поэтому сейчас у нас такая ситуация. И понятно, что умеренные демократы, и даже уже не очень умеренные, им это уже начинает не нравиться. А довольно активно. Ну, я должен сказать, что и средства массовой информации, известные своей либеральностью, я говорю и Вашингтон-Пост, я говорю и Нью-Йорк-Таймс, и какой-нибудь Ньюзвик, они, в общем-то, тоже начинают понимать, что американцам довольно туго в это счастливое время работы администрации Байдена. Что касается рейтинга его, то в мае о положительном отношении к Байдену заявили 49% американцев, об отрицательном 42%. Вот динамика здесь такая. Теперь эти показатели составляют 38% и 50% соответственно. Кстати, еще хуже дела у хозяина Белого дома обстоят, когда речь заходит об одобрении результатов его деятельности. Положительно 37% участников вопросов, а отрицательную оценку дали 52%. Кстати, у демократической партии, в общем-то, результаты очень нехорошие. Демократическая партия принадлежит Байдену. Так, Игорь, Вам слово. Собственно говоря, в этом, на мой взгляд, нет ничего удивительного, потому что я, кстати говоря, еще в феврале этого года говорил о том, то есть буквально через месяц после того, как Байден вступил на свой пост, говорил о том, что действия демократической партии приведут, собственно говоря, к коллапсу. Они хотели добиться какого-то успеха, по крайней мере, популярности. Успеха они не добились, популярность они теряют. И, собственно говоря, все это приведет, должно привести к тому, что в следующем году, то есть в 22-м году, в ноябре следующего года, республиканцы одержат победу и в Конгрессе, и в Сенате. Собственно говоря, за это, прежде всего, нужно благодарить самих демократов, потому что все выступления, которые в последнее время мы слышим от лидеров демократической партии, включая, естественно, президента Байдена, вице-президента Камала Харрис, которую, кстати говоря, мы практически вообще не видим, так же, как Михаил правильно вспомнил, генеральных секретарей, президентов некоторых стран, которых не видели годами. Вот к ней можно перечислить вице-президента Камала Харрис, лидера Сената Чака Шумера, которого мы видим часто, но то, что мы слышим, лучше бы мы этого не слышали. Игорь, может быть, демократы и пришли к выводу, что американцам лучше не слышать и Камалу Харрис, поскольку то, что она говорит и как она смеется, это вызывает только отрицательную реакцию у публики, у аудитории. На самом деле она говорила и смеялась так же и до того, как Байден номинировал ее на пост вице-президента. Игорь, тогда она имела 4% поддержки, в своей партии. Да. Да. Но, видимо, в этой ситуации, потому что, как мы знаем, в Америке же Black Lives Matter, поэтому ее судьба была определена не ее смехом и ее глупыми разговорами, а цветом ее кожи. Собственно говоря, это подчеркивает еще раз, что в Америке действительно существует расизм, причем расизм в обратном направлении. Кстати говоря, вот буквально несколько дней тому назад бывший госсекретарь, 66-й госсекретарь Кандализа Райс выступала на программе «Вью», взгляд. Такая леволиберальная, крайне леволиберальная программа. Иногда они приглашают деятелей республиканской партии для того, чтобы показать, что вот, мол, они, мол, тоже демократы, и у нас всем пути открыты, так же, как было в Советском Союзе в свое время. Так вот, она очень резко выступила по поводу программы об отмене культуры, которую проводят особенно в школе, что она считает, что это вообще только вредит и социальному положению американцев, и прежде всего белым детям, которые с детства начинают учить о том, что они плохие из-за того, что кто-то когда-то был рабовладельцем. То есть, на самом деле, это абсолютно правильно. И пытались несколько раз заставить ее замолчать, но она продолжала свою версию. Все-таки она опытный политик, к тому же профессор политологии, по-моему, в Стэнфордском университете, директор института Хубера. И, в общем, не удалось им, конечно, этого сделать, но она достаточно ясно выразила свою позицию и сказала, что эти вещи, и, кроме всего прочего, они еще выступали против того, что родители не имеют права вмешиваться в школьную программу, потому что это устанавливается на уровне Министерства образования. С этим она тоже не согласилась и сказала, что именно родители должны вмешиваться в эту программу, тем более тогда, когда речь идет о таких совершенно не имеющих ничего отношения к общему образованию вещах, и что историю нужно преподавать не так, как ее трактуют учителя или Министерства образования, а так, как она написана и в течение сотен лет в Соединенных Штатах Америки, скоро будет 250 лет, преподавалась на протяжении всего этого времени, без всяких искажений, без всяких ударений, в ту или иную сторону. Ну, кстати, вот по поводу, интересно, я сейчас вспомнил, это вот сообщение было, по-моему, в четверга, по поводу расизма наоборот, в Манхэттене будет установлено самое высокое в западном полушарии здание на Манхэттене. И интересно, что и архитекторы, и подрядчики, и девелоперы, и застройщики, и работники, а там планируется, что около 30 тысяч мест рабочих будут открыты. Все они афроамериканцы. Это вот такая позиция. Можете себе представить, если бы подобный проект разрабатывался и было сообщено, что все будут белыми. Я представляю себе, что бы началось. Ну вот 30 тысяч рабочих мест будут открыты, только будут приниматься на работу афроамериканцы. Вы приходите, говорите, я хочу устроиться на работу, нет, вы другого цвета кожи. Это в современной Америке возможно, это все нормально. Но, кстати, вот по поводу поддержки Демократической партии, ее работу в Конгрессе оценивают отрицательно 60%, положительно только 30%. Ну, видимо, все, о чем мы сейчас говорим, и ведет к тому, что война против Трампа ширится, попытки устранить его из политической жизни, а возможно и не только, отмечены многими СМИ на этой неделе. Здесь, конечно, можно перечислять и перечислять, только на этой неделе, допустим, прокуратура округа Уэс Честер в штате Нью-Йорк инициировала проверку в отношении компании Трамп Организейшн, а эта организация принадлежит семье Трампа. И говорится по сведениям Нью-Йорк Тайм, что компания находится под угрозой начала уголовного расследования в рамках изучения финансовых операций, связанных с инфраструктурой для игры в гольф, которая владеет Трамп Организейшн. Ну, понятно, что это одно из направлений уничтожения и репутации, и деятельности Трампа. Очень, видимо, демократы опасаются, что роль Трампа будет велика на промежуточных выборах 2022 года, и что он может быть кандидатом в 2024 году. И тут под вопросом, кто кого победит, демократ-кандидат или демократ-республиканец. Кстати, еще одна удивительная претензия. В 2015 году шесть мексиканцев, одетых в одежду куклу склан, они ворвались в Трамп Тауэр, который находится в Манхэттене. И служба охраны, она их как-то урезонила. Они теперь выступили с уголовным делом, уголовное дело. В суде, причем к ответственности, привлекается Трамп, который даже в этот день не был в этом помещении. Но говорится о том, что своими речами он как бы показывал охранникам, что они могут делать все, что угодно. На мой взгляд, труднодоказуемая вещь в нашей стране, где существует первая поправка Конституции. Но, тем не менее, все это укладывается в эти атаки на Трампа. Я еще раз хочу сказать, может быть, вы тоже подчеркнете какие-то вещи, какие-то вот такие расследования, которые ведутся против Трампа. Это все на этой неделе просто размножилось. Михаил, вам слово. Ну, во-первых, я хочу напомнить, что Трамп только летом 2015 года заявил о том, что он собирается стать президентом речей. У него еще тогда практически не было. Они были только в 2016, когда он уже ездил. Ну, в конце 2015 что-то было. В основном там были только дебаты. А уже когда он ездил по стране с речами, это уже был 2016, когда там был один раз, там он какую-то фразу сказал, после чего стали обвинять. Поэтому вот эта история с тем, что они его обвиняют в 2015 году, что он был против мексиканцев, это вообще достаточно глупо, на мой взгляд. Ну, тут же мы же знаем, что как только плохо становится с новостями, с экономикой, со всем, значит, всегда вспоминают о Трампе, потому что Трампа, по крайней мере, читают. Потому что кто будет читать «Нью-Йорк Таймс» про Байдена, неизвестно. Или «Вашингтон пост». Про Трампа всегда будут читать. Трамп организейшн уже судили в городе Нью-Йорке, пытались чего-то там найти. Ничего толком не нашли, попытались, по-моему, там выдвинули обвинения его финансовому директору, какие-то достаточно непонятные, что они там хотели. Точно так же они сейчас пытаются делать «Вестчестер». Пытаются доказать, что они пытались занизить стоимость своих полей для гольфа, своих клубов для гольфа. Как это они могут доказать, что они пытались занизить, это неизвестно. Трамп не сам делает свои налоги, у Трампа занимается этим серьезная компания. Ему, в общем, у него компания достаточно большая, у него там 160, по-моему, еще компаний, которым владеет, несколько миллиардов собственности. Заниматься тем, что пытаться уходить от налогов с помощью аудиторов, которые ему это все делают, это, в общем, это просто... То есть, штату, каунте «Вестчестер» некуда девать деньги, когда... Ну, как обычно, потому что мы пытаемся что-то сделать. Плюс еще, кстати, хочу сказать, что это еще атаки, связанные с тем, что на этой неделе Трамп объявил, наконец, о создании запуска платформы. Называется «Трус Сошел», акции компании, которые обеспечивают эту платформу, тут же выросли на 460% на бирже, а одновременно с этим упали акции Фейсбука, Твиттера, Снапа и так далее, под какими-то там другими предлогами. Они там стали говорить, что Apple там вел какую-то свою политику, из-за этого они рекламу меньше показывают, но результат такой, что акции остальных медийных платформ упали, а акции вот этой компании, хотя она еще не начала даже работать, только обещают в начале будущего года, тут же выросла в 5 раз. Поэтому, ну, как всегда, есть какая-то хорошая новость со стороны Трампа, тут же ее надо пытаться забить всяким негативом. — Михаил, а не считаете ли вы, что здесь, ну, вот в том, что мы говорим, когда создается огромное количество негатива, когда, допустим, вот это вот заявление ИСОВ, что риторика Трампа во время предвыборной кампании создала впечатление, что охрана может применять силу к протестующим. Это вообще трудно понять даже. Трампа, я еще раз говорю, не было в это время в Трамп-тауэре. Ну, неважно, против него выступают какие-то 6 человек, которые вполне вероятно сами понимают, что выступление против Трампа в данном случае — это ложь. Масса каких-то появляется свидетелей, которые тоже лгут, какая-то подтасовка фактов, явно лживых. Не кажется ли вам, что здесь все работает по типу, известному типу геббельсовской пропаганды? Чем больше ложь, тем больше она кажется правдой. Геббельсовско-Вышинской, да? Ну да. Поэтому тут еще неизвестно, кто из них первый применил. Я бы сказал, Вышинско-Геббельсской. Ну, может, это все идет на публику. Это все идет на... Публика играет обычно... Сейчас это уже играет в противоположную сторону, потому что из Трампа все больше и больше делают жертву. Особенно учитывая подробности, которые выходят в связи с пересчетами с аудитами в Аризоне, в других местах, в связи с тем, что вот эта комиссия, которая была создана по 6 января, и со всеми остальными, то Трамп становится все больше и больше жертвой. И скоро еще, не дай бог, его там попытаются посадить в тюрьму, он станет еще и мучеником системы. Поэтому они не знают, что делать, конечно. Потому что что они не делают, ему, как называется, как сгущий вода. Я, кстати, хочу добавить, что на этой неделе Wall Street Journal попытался довольно, в общем, я скажу, что нагло с их стороны, потому что всегда было довольно умеренное все-таки издание. А они попытались свалить все нынешние невзгоды, все нынешние проблемы администрации Байдена на Трампа. То есть они, причем под каким соусом, они стали говорить, что Трамп это вот этот манчурский кандидат, но не то, что поставленный Путиным. Сейчас об этом вдруг они забыли. Они сказали, что это он на самом деле скрытый демократ был, и его поставили специально для того, чтобы теперь вот эта вот администрация нынешняя могла спокойно заниматься вот этими вот коммунистическими реформами. Что вот он привел страну к такому состоянию, что теперь у них нет другого выхода, как делать вот этот вот, как строить социализм. Вот такой теперь подход. Теперь опять вот в том, что Байден пошел, администрация Байдена и Конгресс пошел по пути социализма такого, значит, и в этом тоже виноват Трамп. Это все было задумано еще в 16-м году, когда он стал президентом. Ну, такие хитрые конспираты. Ну, что я совершенно правильно, с этим нельзя не согласиться. Ведь Николая Второго тоже обвиняли в том, что он, собственно говоря, привел в страну к победе большевиков своей политикой. Так что это известный такой ход в политологии, в историографии. Это, в общем-то, как кого еще обвинять, если не человека, которого уже, по сути дела, не существует, как Николая Второго. А здесь, правда, Трамп, как я согласен с Мишей, как с гусью вода. Совершенно верно. Более того, я хочу добавить еще одну вещь. Что, например, несколько дней тому назад, вернее, ну, уже полторы-две недели тому назад, я слушал интервью Хиллари Тлинтон. И она там сказала довольно интересную вещь. Она сказала, что будет ли выставлять Трамп свою кандидатуру в 2024 году на президентских выборах, пока неизвестно. Но очевидно, что если он все-таки решит баллотироваться в президенты, то он, вне всякого сомнения, выиграет номинацию республиканской партии. Вот это были слова Хиллари Тлинтон. Так что это тоже, в общем-то, говорит о многом, о том, что демократы действительно его опасаются и делают все для того, чтобы его дискредитировать. И, как всегда, это часто бывает, что чем больше они пытаются его дискредитировать, тем более с этими совершенно ложными и тупыми обвинениями, так же, как постоянное муссирование в прессе, в средствах массовой информации, на телевизионных каналах, что все это ложь, что никаких подлогов на выборов не было. А тем не менее, аудиты показывают совершенно другие вещи. И, кстати говоря, Михаил вспомнил об Аризоне. Это действительно факт, что сейчас, по сути дела, со дня на день должны быть предъявлены уголовные обвинения. И генеральный прокурор штата Аризона как раз сейчас по сообщениям средств массовой информации готовит бумаги для того, чтобы предъявить обвинения этим компаниям, включая компанию «Доминион». Так что все не так просто, как хотят выставить демократы. И на самом деле вся вот эта вот атака, которая сейчас ведется на Трампа, непрекращающаяся атака с ноября 2016 года, когда было объявлено, что он победил на выборах, на самом деле поднимает его репутацию и его популярность. Но демократы объявляют в том, что Трамп помешал мирной передаче власти. Иными словами, задуман был переворот. И когда мы говорим об вот этих атаках на Трампа, Трамп ведь говорит о том, что идет охота на ведьм. Атаки на самом деле не только на Трампа. Вот эти законодатели, которые расследуют атаку, как они называют это, штурм сторонников Трампа на Капитолии, во вторник провели голосование, чтобы выдвинуть обвинение в неуважении Конгрессу в отношении помощника экс-президента Стива Беннона. В связи с его отказом сотрудничать с расследованием. Уже к пятнице было решено, что вот этот контролируемый демократами спецкомитет, он, палатой представителей, он проголосовал, что нужно выдвинуть ему криминальное обвинение. Ну вот мы сейчас говорим о том, что окружение Трампа всячески его прессуют, заставляют, ну как это было в случае с его адвокатом, Майком Коэном, заставляют говорить то, чего не было, или какие-то вещи говорить, которые являются инсайдерской информацией. Все это, я еще раз говорю, имеет одну цель. Дональд Трамп. Михаил. Ну да, но мы знаем, кто входит в состав этой комиссии 6 января. Я должен сказать, что лидер большинства Конгресса, ну мы уже это обсуждали, Маккари тогда забрал всех своих кандидатов в эту комиссию, оставил, потому что Пелоси сказал, что этот не пойдет, этот не пойдет, поэтому там в общем демократы с принкнувшими к ним какими-то перебежчиками типа Лис и Ченни, и они, конечно, могут делать все, что угодно. У нас история вот со Стивом Бэнноном, которого пытались выйти, который не хочет идти с ними разговаривать. И это одно из показательных их действий. Стив Бэннон вообще никакого отношения к Трампу тогда уже не имел. Он в администрации Трампа был примерно полгода, после этого он вернулся в Байтбарт и занимается издательской деятельностью. Я даже не знаю, был ли он, ну, он мог, конечно, прийти там как гость в Белый дом в какой-то момент, возможно, он и был, но 6 января его там нигде не было, ничего не было. Его там пытаются обвинить в том, что он типа заранее знал о готовящемся штурме. Я хочу напомнить, что вот этот вот штурм, ну, еще там, insurrection, то, что слово говорит, это еще как бы и вооруженное восстание. Они употребляют, забывая при этом добавить, что это не было ни штурма, ничего, поскольку никакого оружия у людей не было. Нельзя называть вооруженным восстанием и штурмом что-то, когда идет мирная, в общем, в большинстве своего мирная толпа. Это было мирным шествием, это было мирным шествием, в котором еще непонятно, сколько было провокаторов, кстати. Да, и там, кстати, вчера, в отвлите от того, что происходило после смерти. Несколько дней назад в Твиттере вылезло видео с одним из этих провокаторов, кстати, из Аризоны, который призывал там всех штурмовать этот Капидолий, и это видео, оказывается, существует с 11 января, и личность этого человека уже известна давно, тогда же 11 или 12 января установили, и ему, в отличие от тех людей, которые сейчас сидят в тюрьме, кстати, суд идет по поводу того, что некоторым из них не было разрешено воспользоваться медицинской помощью, сейчас судят вот эту тюрьму, где они там сидят, и вот этот провокатор, хотя его личность известна и все известно, его к уголовной ответственности никто привлекать не собирается. Он себе ходит жив-здоров, ходит на свободе. Понятное дело, что тех, кто им выгодны, кого им не нужно привлекать, они не привлекают. Поэтому это расправа, это действительно охота на ведьм, и никаких сомнений нет. То есть то, что люди были раздражены, то, что там были факты многочисленные нарушения, мы знаем, и то, что хотели, чтобы хоть кто-то, хоть по крайней мере усомнились в результатах этих выборов на голосование 6 января, это желание народа понятно. Поскольку популярность Трампа была сумасшедшая и есть, а популярность Байдена была нулевой. И поверить, что мы не будем к этому возвращаться. И понятное дело, что эта комиссия сидит, заседает, она там будет заседать еще долго, они будут опять нагнетать всякие краски, они выступят, выпустят какие-то свои там заявления, решения и так далее. И все это будет, как обычно, без всякой юридической силы, будет просто направлено на то, чтобы попытаться изменить народное мнение. Я, кстати, хочу по этому поводу, мы тут не коснулись этого, но на этой неделе, в начале недели умер Колин Пауэлл, вот, и бывший госсекретарь, бывший глава генштаба, то ли демократ, то ли республиканец, он метался, он в 90-м году пытался перескочить из одной партии, то есть он не знал, от какой партии ему баллотироваться, то ли в президенты, то ли в вице-президенты. И он как раз изобрел тогда вот эту военную американскую доктрину, в которой один из пунктов был, это что нельзя воевать, если нет достаточной поддержки населения. Вот это вот, демократы используют вот эту вот доктрину, что нужно поддержку населения, тогда можно делать все, что угодно. Вот они пытаются обеспечить эту поддержку населения, как завещал Колин Пауэлл. Ну, кстати, вот по поводу, завершая уже эту тему, поддержки Байдена, поддержки Трампа, речь идет о том, что Байдена поддерживали там чуть ли не 55% населения, после того, как он стал президентом, принял присягу и цитара. В прошлой программе был Джон Вароли, который высказал замечательную мысль, и мне кажется, что она определяет эту тему однозначно. Все дело в том, что если мы, вот сегодня мы говорим о том, что Камалу Харрис поддерживали во время президентской гонки 4% демократической партии, ее собственной партией, она просто вылетела на раннем этапе из этой гонки, она была одним из кандидатов президента США. Одним из кандидатов президента США был и Джо Байден, который занимал пятое место в этой гонке. У него примерно было там 19-20%. Пит Бутиджич, я напомню вам, который является сегодня одним из министров, вот он был, возглавлял эту гонку, ну а потом, видимо, по отмашке из демократического комитета передал свои голоса Джо Байдену. Решили, что Джо Байден будет восхищать наш народ. И Джо Байден, который отсидел в подвале всю эту кампанию, провел буквально несколько встреч на одном из митингов, я смотрел по телевидению, я насчитал через проход, в одной стороне сидели слева 10 человек и справа 10 человек. Это вот 20 человек присутствовали на митинге Джо Байдена. Ну, видимо, он очень велеречив, он умеет убеждать, прекрасно говорит, все помнит, такая фигура с харизмой, поэтому он и стал президентом. Иначе трудно объяснить, как человек, я еще раз говорю, просидевший в подвале все эти месяцы, практически не участвовавший в президентской кампании, как он мог стать президентом. Но, когда мы говорим о вот этой поддержке, 55%, сегодня 39%, Джон прекрасно сказал, его рейтинг не падает, наоборот, поднимается по отношению к тому, что он имел во время президентской гонки в прошлом году. Его рейтинг сегодня в 38%, очень даже высокий. Вот, но давайте уже поставим точку, сейчас мы можем говорить о том, что нынешнее руководство страной, оно пытается не только нас вести в светлое будущее, но и откорректировать, переконструировать прошлое. И Игорь вот только что упомянул об этом национальном герое, который, собственно, послужил поводом для того, чтобы в чтении четырех месяцев у нас грабили города и уничтожали полицейских, занимались мародерством, вандализмом, бандитизмом. Вот, я говорю о Флойде. Так вот, ему памятник сегодня стоит, допустим, в Нью-Йорке, в разных городах. В Нью-Йорке стоит памятник на Юнион Square, куда люди несут цветы, кто-то краской измазал его лицо, тут же активисты эту краску, как почистили его лицо, там поставили какую-то свою охрану и так далее. Вот интересное высказывание по этому поводу Трампа, по другому поводу, по поводу памятников. Радикально настроенные левые силы могут в ближайшее время потребовать переноса памятников сам основателям, Джорджу Вашингтону, Бенджамину Франклину и Аврааму Линкольну. Вот такое мнение выразил Трамп после решения убрать статуи третьего президента Тома Джефферсона из здания Нью-Йоркской мэрии. Давайте мы будем переписывать историю. Трамп говорит, что левые радикалы сошли с ума, и это сразу бьет по нашей стране. Скоро за Джефферсоном последуют Бенджамин Франклин, Авраам Линкольн и, конечно, Джордж Вашингтон. Вот это распространение, это заявление Трампа было распространено на этой неделе. Ну вот, Игорь, давайте теперь немножко этого коснемся. Ну что, о чем здесь говорить? Собственно говоря, памятник Линкольна уже демонтировали в Бостоне. Это произошло полгода тому назад, летом, буквально даже, ну я уже сказал, где-то в апреле месяце. И это не то, что Трамп говорит о том, что будет. Это воспоминания о прошлом. Это уже произошло. Причем Авраам Линкольн, ну вообще как бы, знаете, в этой ситуации это просто абсурдно. По сути дела, он был человеком, который боролся с рабством. А почему, собственно говоря, памятник демонтировали? Потому что на памятнике был изображен Авраам Линкольн, который сидел на кресле президентском. А рядом с ним стоял молодой афроамериканский раб, которому Линкольн показывал дорогу в будущее. То есть он его пытался поднять с колен. И, ну вот такая была вот мысль. Это символика называется. Да, это символика, да, совершенно верно. Символика того, что он стоял в течение многих десятков лет и ни у кого не вызывал никаких сомнений. А теперь не просто этот памятник был разрушен вандалами, какими-то там группами типа Антифы или Black Lives Matter, а он был демонтирован в соответствии с указом мэра Бостона Марти Уэлша, который сегодня занимает пост министра труда в кабинете Байдена. Так что зачем говорить о том, что это будет? Это уже произошло. Это происходит в других штатах. Нет. Но все, если уже был один прецедент, значит, все, дорога открыта. Ну, как недавно говорила Камала Харрис, когда она выступила, она говорит, что прошлое, вот это захватническое, когда уничтожались индейцы, какие-то племена и так далее. Причем все это говорится в общем. Там нет никакой конкретики, там нет взгляда на историю, там есть идеология. Вот это прошлое кошмарное. Мы должны виниться и, наверное, ежедневно по этому поводу чувствовать себя захватчиками, ну, наверное, бандитами и так далее. Мы уничтожали людей, забирали у них собственность. И это мы не забудем, это будем нести, вот несем уже там 200 лет, будем нести и дальше. Я должен сказать, что вообще с точки зрения идеологов, это очень удобная позиция. Народ, который чувствует себя виновным, который падает сразу на оба колена, народ, который постоянно ощущает, что он виновник многих бед. С этим народом очень легко и можно руководить. Собственно, так и происходило в Советском Союзе. Вот наше прошлое, вот это царское, это было удручающее. Прошлое, ну, вот под эту идею расстреляли миллионы человек в 30-х годах, да и, собственно, в годы кровавого террора Ленина. Так что я просто напомню нашим телезрителям, что в понедельник комиссия Нью-Йорка, она отвечает за внешний облик мегаполиса и ненагласно проголосовала за демонтаж статуи Джефферсона в здании мэрии, так как на тот момент своей смерти, в 1826 году Джефферсон владел примерно 130 рабами. Ну и Джордж Вашингтон был рабовладельцем, да, тогда было такое время. Сегодня мы этого простить не можем. Сегодня у нас главный герой, который стоит на Юнион-сквере, а вот Джефферсона памятник нужно сносить. Михаил. Ну, все правильно. История повторяется. Строительство социализма, оно всегда это поиск врагов, это уничтожение, то есть, как покойный Владимир Войнович, это же Москва 2042, это самое, я считаю, гениальное произведение по этому поводу, когда Москва была, если помните, окружена тройным кольцом врагов, то есть, это были капиталистические страны, потом социалистические страны, а потом, собственно, остальная Россия или там остальной Советский Союз. Вот так вот, потому что кольцо сначала мы делаем одних врагов, потом мы делаем вторых, потом, собственно, каждый, кто остается, все равно все враги. Это же Сталин это прекрасно демонстрировал, Гитлер это демонстрировал, и все это, любые диктаторы всегда демонстрировали. Это Венесуэля, это все, на Кубе, это все то же самое. Это же, как диктатура, если есть диктатура, есть всегда враги. Социализм не может быть без диктатуры, потому что плановое руководство экономикой, это, в общем, уже диктатура. А диктатура не может быть без врагов. Идет диктатура. Поэтому, что мы, о чем мы можем говорить? Ну, на самом деле, я еще раз говорю, уничтожение памятников, это действительно, у нас сегодня враги. Кто у нас? У нас Китай враги, да? Да, Россия враг однозначно, Иран враг. У нас сегодня есть враги, и мы по этому поводу должны, кстати, заниматься проверкой... Какие же враги? О чем вы, Гена? О чем вы, Гена? Какие враги? Все вот эти поправки Байдена, если можно так сказать, которые касаются закрытия нефтеразработок на территории Соединенных Штатов, прежде всего, принесли огромные дивиденды России и Ирану. Кто, как не администрация Байдена, пытается, заискивает перед иранским правительством для того, чтобы возобновить этот позорный иранский договор? Какие же это враги? Игорь, я полностью... Враги, это президент Джефферсон, враги, это президент Линкольн, президент Вашингтон. Вот это враги, если их памятники демонтируют. Да, я с вами полностью согласен. Я просто говорю о том, что враги нужны. Вот для такой власти, которую мы сегодня получили в Соединенных Штатах, враги нужны. И поскольку есть враги, то есть внутренние, кстати, враги, которых нужно уничтожить, поскольку пока они не сдаются. Есть внешние враги и есть вражеское прошлое. Вот это тоже. Мы сегодня наблюдаем, но абсолютно ту же самую схему, которую мы, живя в свое время в Советском Союзе, наблюдали и при советской власти. Это... Включая демонтирование памятников, разрушение храмов. Кстати, в наше время, вы помните, как демонтировали памятник Держинского во время перестройки? Опять-таки, одна история зачеркивалась. Все было плохо до 1917 года. Все зачеркнули, снесли церкви, убрали церковников, а те, которые остались, будем говорить так, на работе, они работали в связке с КГБ, иначе просто было невозможно. Уничтожали людей, построили ГУЛАГ. В 1953 году Сталин умер. В 1956, в 1955 было объявлено Хрущевым, что забыли теперь и это прошлое. После чего перестройку уже при Горбачеве. Забыли и то прошлое. Мы постоянно отрекались от своего прошлого. В результате у этой страны до сих пор непонятное будущее и очень странное настоящее. Я говорю о нынешней Российской Федерации. Но у нас то же самое в Соединенных Штатах. Мы к этому идем. У нас тоже непонятное будущее и очень странное настоящее. Так что здесь мы с каждым годом приближаемся ближе к России. Поэтому союз нерушимый. О чем здесь еще можно говорить? Михаил, Михаил. Как в свое время в Советском Союзе говорили русский и китаец – братья навек. Михаил, вот Игорь, я постоянно удивляюсь, ведь когда объясняешь это нашим детям, нашим внукам, но они в конце концов не знали советской власти. У меня дети родились здесь. У многих то же самое. Многие приехали сюда. Но моя эмиграция – это 30 лет назад. До меня третья эмиграция, то, что называется. Это начало 70-х. Но мы-то помним прекрасно советскую власть. И вот удивляет, когда люди, которые выехали вместе со мной, вместе с вами, когда они сегодня говорят о том, что Трамп отвратителен, а вот нынешняя власть – это, конечно, очень хорошо для Соединенных Штатов. Вот этому удивляешься. Такое впечатление, что они не помнят не только истории той страны, откуда они уехали, но и собственной истории. Михаил. Да, я не могу это понять, потому что, не моргнув глазом, объясняет, как то, что делается, что это все нормально, что это все хорошо. Я говорю, а как же там цензура, вот это? Нет, это нормально. И приводят даже какие-то аргументы. Ну, аргументы, конечно, никуда не гонны, но ведь люди же в них верят, и они считают, что это действительно так, что так надо, что вот хижину дяди Тому надо запрещать, или унесенные ветром, или там, ну, например, там, скажем, доходит до того, что вот в сериале «Сайнфилд», как бы в классическом, вдруг в одном из сезонов одну серию убрали. Почему убрали, что убрали? Видимо, кто-то там кому-то сказал какое-то слово, которое не понравилось. Вот даже до такого доходит. Да, 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 да. Вспоминается, кстати, зеркало Тарковского. Помните, когда героиня, она бежит, она работала в типографии, она бежит, поскольку, да, в типографию, сломя голову, поскольку она понимает, что там могла быть опечатка, причем в очень важном слове, фамилии Сталин, и она понимает, что за это и снесут голову просто-напросто. Вот этот страх, который был в людях, сегодня мы его здесь наблюдаем в Соединенных Штатах. Самоцензура. Кстати, буквально у нас осталось по полторы минуты на каждого. Власти США задержали более 1 миллиона 700 тысяч мигрантов на границе с Мексикой за 2021 финансовый год. С октября 2020 по 30 сентября 2021 года. Это рекордный показатель с 1986 года. За один год 1 миллион 700 тысяч человек. Причем примерно 600 тысяч из них просто рассосались по Соединенным Штатам. Сколько вернули из тех, кто задержан? Тоже под большим вопросом. Я должен напомнить, что мы в последнее время говорили, из Великобритании наконец разрешен въезд в Соединенные Штаты, люди должны быть вакцинированы. За три дня до отъезда у них они должны сдать тест на COVID-19. При этом у нас 200 тысяч примерно людей в месяц проходит через южную границу. По полторы минуты, Игорь. Что здесь можно сказать? Во-первых, надо напомнить, что с начала января границу пересекло находится на территории Соединенных Штатов 3 миллиона 127 тысяч 561 человек. Это начинается января месяца. Всего в Соединенных Штатах находится около 37,5 миллионов нелегальных иммигрантов. А естественно, что их нужно обеспечивать, их нужно как-то субсидировать. Вот, собственно говоря, часть триллионного бюджета должна уйти именно на нужды нелегальных иммигрантов. Но ни в коем случае не поставить стену на южной границе. Михаил? Да, ну, конечно. На самом деле, если мы сейчас все просто... Когда хотели оставить стену, они же хотели, пытались пробить гораздо больше денег демократы и сказать, что стену не нужна, нужны современные устройства и так далее. То есть поддержать все эти, можно сказать, современные технологии, отмыть там несколько триллионов долларов на этом дело. Но, естественно, что это не... А потом, что с этим делать непонятно, не расстреливают же люди. Значит, и... Ну, как? База должна быть демократическая. Кто будет сейчас за них голосовать, кроме нелегальных иммигрантов, если им дадут, наконец, эти... Если они смогут потом получить гражданство? Иными словами, это их потенциальный электорат, вот эти миллионы. Ну, у меня немножко другие данные. 24 миллиона у нас нелегальных иммигрантов. Игорь говорит о более чем 30 миллионах. Это все потенциальный электорат демократической партии. Конечно, когда люди получат эти гражданства, они будут голосовать за тех, кто им дал и льготы различные, и пособия, ну и, собственно говоря, обеспечил жизнь в Соединенных Штатах Америки. Иными словами, мы идем путем четким к однопартийной системе у нас в Соединенных Штатах. Я благодарю Игоря и Михаила за участие в программе. Дамы и господа, также благодарю вас за внимание. Время подошло к концу. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания. Все?